здравствуйте ну все мы являемся свидетелями того что буквально недавно снова происходило в арцахе мне многие писали спрашивали но дело в том что я сам не там нахожусь поэтому отвечать на какие-либо вопросы да еще и делать это какие-то официальные вещи с моих слов но было бы неправильно потому что во первых я не там во вторых чтобы делать какие-то заявления нужно владеть этими заявлениями а как владеть этими заявлениями если сами официальные источники противоречат себе тот же багромян тот же степанокерт я много раз пытался вызвать хоть кого-нибудь на связь чтобы мы могли поговорить о происходящем но вот как то так получилось что никто не захотел с одной стороны я их я их понимаю возможно потому что они уже сами стали пессимистами не знают что с ними будет завтра под таким руководством а с другой стороны я их не понимаю потому что если это будем делать не мы то за нас это будет делать враг а если будет это делать враг то есть подкидывать фальшивую информацию то это будет снова победа информационной войны врага но не наша а потом мы все удивляемся почему мы им в информационной войне тоже проигрываем так что не удивляйтесь вот именно по этой причине мы проигрываем потому что если будет каждый думать о том что моя хата с краю слева или справа даже будучи политическим деятелем мы будем проигрывать по всем фронтам то что происходит сейчас между россией и украиной это вот очевидно идет помимо того что идет идет еще и информационная война причем интенсивная такая артобстрелами эта информационная война да и если посмотреть одну и вторую сторону то можно с головой верить и одной и другой стороне потому что информационная война нынче достаточно грамотная ну нет так у нас политиков значит нет я захотел пригласить на этот раз жителя арцаха известного блогера вы его все знаете тем более пару раз у нас уже был в эфире он можно сказать из самого эпицентра нам и расскажет что там происходило и что в арцахе происходит сейчас и так арутюн акопян здравствуй всех приветствую да арутюн вот давай так ты знаешь я вот о чем подумал перед эфиром с тобой как-то устроен мозг человека здесь только может быть на фрейд разберется да с одной стороны человечество ненавидит антисемитизм но при этом все любят кататься на машинах форд с одной стороны человечество ненавидит гомосексуализм но при этом все слушают музыку чайковского а также ненавидят фашизм но при этом слушают музыку гайдена на музыку которой был записан гимн нацистской германии ну и так далее и так далее да я сейчас тебе дам слово да вот такой вот парадокс происходит вот можно сказать что у нас сейчас в политике происходит что-то вот нечто такое с одной стороны человек ненавидит с другой стороны поддается вот этой ненависти тебе вопрос что на месте происходит или я в чем-то не прав имею ввиду именно в самом степанакерте или вокруг меня интересует арцах потому что арцах это все-таки исходное от армении я рассматриваю арцах как область армении во всяком случае я тоже я тоже придерживаюсь этой позиции этой идеологии ну барсахи не скажу что каждый день ну достаточно часто выключает свет если начнем с этого до самого элементарного бытовые с водой более-менее как тоже устаканилась газ ну про газ уже все наверно наслышано так или иначе происходит часто выключение газа вот что происходит именно вот на бытовом уровне если говорить на не знаю что творится вина на душе у людей у простых людей абсолютно непонимание то есть я общаюсь с людьми абсолютно непонимание то есть некоторые хотят состав россии готовы участвовать в новой референдуме некоторые придерживаются той же позиции миа цума кто-то считает что миротворцы наши друзья кто-то считает наоборот то есть у людей абсолютно непонимание потому что с ними не общается не правительство дезориентация да дезориентация да абсолютно то есть из-за этого просто я не знаю такие условия создались что у людей я не скажу что у каждого человека ни в коем случае да так или иначе основной массы это панический настрой то есть абсолютно непонимание получается одно дело мы ожидали от правительства армении так или иначе поддержку она так или иначе есть да в том плане что вот выделили на 2022 год сколько там эти деньги для арцаха но это людям на самом деле на это не то чтобы как-то но именно на фоне как объяснить на фоне тех заявлений с трибун правительства армении это как бы наш как туман он рассеивается то есть это не настолько важно то есть люди другой поддержки ожидают услышать от а правительства армении вот из-за этого просто дезориентация идет у людей и плюс конечно же мы видим что начиная с 12 декабря 2020 года мы потеряли села хтябер хинтавер гору дизапайт гору мэдскирс плюс еще дополнительно недавно потеряли одну высоту караглух это горный хребет караглуха из из храморта смотреть там пять высот и вот самая правая высота к селу пару кстати оттуда видно и озеро которое было это какие районы арцаха вообще так дамский район ну на самом деле это считался марта керцким районом именно вот это озеро которое видно 1 декабря 2020 года но было сдано то есть наших позиций но прекрасно было видно и собственно у нас есть много позиций постов где это озеро до сих пор видно хотя лифт недавно другой заявлял вот поэтому храморта даже вот если ты будешь храморте и даже не подойдя к армянским позициям к армянским постам видно прекрасно когда даже видно как экраны работают в агдаме там небольшой карина 3 экрана я рассчитал то есть значит становится для человека понятно сколько это важная позиция вообще насколько храмор это стратегическое место стратегическое направление потому что оттуда агдам полностью за ним видно то есть невооруженным взглядом даже не нужно идти на армянские посты самого храморта самого села так сейчас храморт на какой стороне не храморт у нас храморт у нас но с храморта смотришь пять год получается самое правое к поруху там хорошо закрепились азербайджанцы вторая гора я солдат точной информации могу получить но по моим предположениям по моей оценке это скорее всего нейтралка потому что там нет ни наших позиций нет ни азербайджанских позиций там нет ни нашего флага нет азербайджанского флага то есть вот с правой стороны гора она полностью контролируется азербайджана потому что прям видно там из мешки даже задалека какое количество мешков то есть они закрепились в целом хорошо то есть даже по позиции не закрепились само село порух говорю как есть но находится под контролем российских миродорщинских сил но в пару сотнях метров находятся азербайджанские силы то есть фактически особо разницы нету. Они находятся в пару сотнях метрах от села или нет, потому что подступ к селу для нас уже его нету просто-напросто. Я думаю, что Парух тоже, как и Хатябер, как и Интагер, будут и уже в целом сданы врагу. Просто, ты знаешь, я сделал одно видео, и это видео набрало поле миллиона просмотров. Это был момент, когда 8 ноября 2021 года убили парня по имени Мартик. Помнишь эту ситуацию под Шуши, когда четверо ребят работали под, вроде бы, присмотром российских миротворцев. Тогда население действительно было злым на российских миротворцев. И я сделал видео, прямо высказал, и это видео распространилось. Более миллиона просмотров не просто так это набирает, потому что у людей это было внутри, но не каждый может взять и на камеру сказать. Я прямо сказал, что я не доверяю российским миротворцам. И чтобы это доверие пришло, нужно сделать следующее. Российским миротворцам нужно показать свои зубы. Не показав зубы, вот, собственно, зубы не показали, поэтому происходит вот это. Но есть некоторые виды изменений, Вадим, которые я могу... Давай сделаем так. Прежде чем ты скажешь о некоторых видах изменений, я бы хотел тебя узнать такую вещь. Как это вообще происходит? Вот стоят российские миротворцы, азербайджанские вооруженные силы. Они что, руками раздвигают и заходят в село, что ли, на зону российских миротворцев? Как это вообще происходит? Ты знаешь, там настолько сайты, не знаю, разные лица по-разному сказали для того, чтобы, я думаю, отвести от истины, чтобы не было прям истины. Я думаю, потому что невыгодна истина. То есть она, скорее всего, навредит либо правительству в Арцахе, официальным лицам, да, либо каким-то генералам, потому что дали они приказ, скорее всего, отойти, либо российскому миротворческому контингету. То есть для этого, мне кажется, было создано разные информационные... Ну, так как мы с тобой работаем все-таки в информационной сфере, понимаем, да? Было создано разное количество шумов. Они все абсолютно разные, по мнению. И в итоге, я думаю, что это сделано для того, чтобы от истины отойти. Истина, скорее всего, такая, что, наверное, действительно, армянским войскам был, скорее всего, дан приказ отойти назад, и потом случилось то, что случилось. Но в этом направлении я не могу... Кто дал такой приказ? Российские миротворцы? Еще раз. Кто дал такой приказ? Российские миротворцы? Ну, исходя из того общения, которое я имею, без всяких имен, скорее всего, да. Тогда зачем они там нужны? Как можно постоянно давать приказы российским миротворцам отойдите дальше, 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 и так они до Степанакерта дойдут? Тогда я не понимаю смысл российских миротворцев в Арцахе. Ну, потому что российские миротворцы не показывают зубы. Им нужно просто хотя бы один раз показать зубы по-настоящему, потому что... Они просто говорят добро пожаловать и хлебом с солью встречают азербайджанские вооруженные силы. Ну, судя по тому, что ты сейчас сказал. Ну, ты знаешь, исходя из того, что, допустим, когда была эта ситуация 12 декабря, 12-13, на горе Мецкирс, тогда даже правительство Армении особо не отзывалось. То есть там было в целом понятно, что Азербайджану абсолютно невыгодно, чтобы дизапайт был у армянской стороны, Красный базар был у армянской стороны. У них всего лишь дорога через лес, которая ведет к шуши. То есть закрыть эту дорогу абсолютно в целом несложно было бы. То есть там было понятно, почему они так сделали. И в целом армянское правительство, я помню, что не особо-то и отзывалось. Но вот насчет Паруха стоит отметить, что армянское правительство, я имею в виду официально, да, Пашиняна, другие лица, МИД и так далее, не единожды уже высказывалось насчет этого. То есть с чем это связано? Либо, по моему мнению, там была, скорее всего, какая-то договоренность насчет дизапайта. То есть почему там вы яростно так не боролись, говоря о том, что нужно отойти обратно? То есть пару раз, один раз, по-моему, даже Пашиняна, если не ошибаюсь, сказал и все. А здесь насчет Паруха высказывается многократно. То есть вот эта ситуация мне тоже непонятна. Но каждый раз, знаешь, от отвлекаться... Может быть, Парухи чья-то дача из власть имущих? Еще раз? Я говорю, может быть, Парухи чья-то дача из власть имущих? Я думаю, что нет, но не знаю. Понятно. Ты говорил о том, что есть и какие-то плюсы у миротворцев. Какие именно? Первый плюс. Пару недель назад в Красном базаре, или же Тагавард, Гармешуков по-армянски, проезжала азербайджанская колонна, небольшая, три грузовика. И получается, сзади было две машины армянских полицейских, и спереди также российские миротворцы. Никогда такого я раньше не видел, чтобы армянские полицейские сопровождали азербайджанскую колонну. Этого я ни разу не видел, хотя я много раз видел, как проезжают колонны азербайджанские, особенно через Мартакерское направление, через Дрэмбон и далее уже в Кармадзе. Я тебя правильно понял? Армянские полицейские сопровождали азербайджанскую колонну. Да, в том числе. То есть две машины полицейские были сзади. После, как они проехали, уже... Зря. Я сейчас подумал о том, жаль, что среди этих армянских полицейских не было Ивана Сусанина. Но знаешь, в чем именно такая ситуация неприятная? Потом проехали две фуры азербайджанские, там был еще, если не ошибаюсь, тоже военный. Суть в том, что они проехали, снова были полицейские армянские. Ну и, естественно, в сопровождении также российских миротворцев. То есть, это понятное дело. Они уже ехали на правлении Шуши. То есть, мне непонятно было. У них есть своя асфальтированная дорога, которая прямо, ну, видно. То есть, с нашей позиции видно новую шушинскую дорогу. Все равно проезжали. Вот этот момент был непонятен. Это первое изменение. Второе, я думаю, что после поруха, вот этот небольшой конфликт между Министерством обороны Российской Федерации и Азербайджаном, ну, ты видел, да, вот это официальные небольшие точечки, это тоже, я думаю, имеет значение, потому что буквально два дня назад Министерство обороны Российской Федерации снова, уже напрямую, говорит о том, что азербайджанская сторона нарушает. Никогда такого раньше не было. То есть, они пытались ни вам, ни нам. А теперь они немного показывают зубы. И это, я думаю, плюсом является. Но это я знаю, почему они так сказали. Это они просто погрозили вот так вот пальчиком, потому что за два дня до этого в Азербайджане там кричали «Слава Украине!» Так что... Да они всегда кричат. Вадим, реально огромный процент населения Азербайджана ненавидит русских. Ну, реально, они ненавидят русских. Знаешь, дело в том, что сами русские об этом знают. Я думаю, что они очень хорошо знают. Они реально не очень хорошо осадомлены. Нет, они очень хорошо знают. Они очень хорошо знают. Просто они ничего поделать не могут. В Кремле большой бизнес с теми же Азербайджаном, с той же Турцией. Поэтому многие даже офицеры сами не понимают, что происходит. Вот им сказали, отправляйтесь в Мартуни и сидите там, защищайте непонятно кого защищать. А когда что-то такое, где нужно вот именно применить эту самую защиту, им говорят, так, стоп, будьте осторожны. Сами не лезьте, сидите тихо и сделайте как-нибудь так, замните ситуацию, чтобы либо и азербайджанцев, и армян обвинить, что и те, и другие первые начали. Либо же вообще промолчать про этот случай. Вот и все. Ну что, первый день живем, что ли? В общем, вот таких вот два маленьких видоизменения. Ясно. Ясно. Но скажи, по поводу Пашиняновской демилитаризации и прочего, как в Арцахе восприняли эту новую такую информацию, поворота Пашиняна на значительное число градусов от прежнего курса? Абсолютно негативно. Люди воспринимают, я не говорю за каждого человека, ни в коем случае, но большой процент населения воспринимает Армению как Пашиняна. То есть воспринимается Армения как Пашиняна, потому что были выборы в июне 2021 года, и Пашинян выиграл. То есть у людей такое восприятие негативное. Но я так понимаю, во время выборов в Арцах же не имел права голоса, правильно? Да. Но есть такие, которые понимающие относятся к Пашиняну? Вот ты говорил про Миацун. Есть, да, есть. Небольшой процент населения. Да, кто эти люди? Как происходит внутри Арцаха, наверное, 90%, когда говорят о чем-то, соглашаются с тем, что да, старые воровали, генералу воровали. То есть это никто не отрицает. То есть сперва идут такие слова, что да, они воровали и так далее. Генералу, генералам сам фельдмаршал велел воровать. Я имею в виду не только армянских генералов, но и вообще генералов. Прапорщики и генералы – это вообще отдельная категория людей среди военных. Да, продолжай. Да, то есть Миацун у людей остался, но ты знаешь как, я думаю, вот эти заявления в душе внутри, если покопаться по-настоящему в головах у жителя Степанакерта, у жителя Мартуни, почему многие, я думаю, это заметили, хотели бы присоединиться к России. И это прямо видно даже по социальным сетям, люди делают скриншоты, выкладывают, да, что хотели бы в состав России. Я думаю, что это связано с тем, что связано с выживанием. То есть люди воспринимают так, что, может быть, пока в состав России, или как-то мы сможем пока жить, мы сможем пока жить на своей земле, и за это время, может быть, власть в Армении поменяется. Это как один из внутренних, я не знаю, я не знаю, это, наверное, как способ выживания, один из способов выживания для того, чтобы жить на своей земле, для того, чтобы не покидать наши могилы, для того, чтобы не покидать наши церкви, не покидать наши дома. Я думаю, что это один из способов. Ну и правда, большой процент населения, если, я думаю, сделать референдум, я не готов говорить, сколько процентов, но большой процент, действительно готовы. Вот тебе как блогеру можно было бы провести такой опрос в Степанакерте, ну вообще в Арцахе, и посмотри, что из этого выйдет. Но ты сам житель Арцаха, ты сам-то как думаешь? Ну то есть нужно делать социальный опрос, я как бы знаю, общаясь с тысячами, ни с одним, ни с десяти людьми, ни с сто человек, ни с тысячами. Нет, я у тебя спросил другое сейчас. Ты сам как житель Арцаха, ты бы хотел бы где видеть Арцах? В составе России, в составе Армении или в составе независимого государства? В составе Армении. Моя идеология всегда была такой, и я этой идеологии придерживаюсь. Однозначно с матерью Армении. Я думаю, что это рано или поздно уйдет. И я помню послевоенный период, ну 2022 года, когда мы три месяца с моим другом, с другими знакомыми собирали, не знаю, шкафы, телевизоры, грелки, постельное белье и много-много другого, и отвозили это беженцам, потому что послевоенный период, зимний период был очень сложный для многих, и жили вообще абсолютно непонятно в каких условиях. Я помню, что люди отдавали свои последние. Я помню, что мои родственники оставались несколько месяцев у жителей Еревана, Степановане, Вечмиадине. То есть люди их хорошо приняли. Я все это прекрасно помню, я осознаю все четко. И прекрасно знаю, какое количество погибших ребят из Еревана, из других городов основной Армении отдали свои жизни для того, чтобы мы жили сейчас здесь, под армянским флагом, под арцарским флагом. То есть я это все четко даю себе... То есть у меня есть четкое понимание это. Поэтому нет, однозначно смотрю в армянин. У меня лично такая позиция. Да, я просто хотел тут дополнить. Вот у многих наших зрителей может возникнуть вопрос, что вот прошла неделя с того, что там снова были выстрелы в Арцахе. Почему сейчас мы сделали эфир? Нет, не делай. Выстрелы бывают всегда. Нет, ну это понятно. Я имею в виду, когда вот интенсивность такая. Часто бывает. Вот, кстати, когда проезжала азербайджанская колонна в сторону оккупированного Гадрудского района и обратно в сторону Шушинского направления, буквально через два часа были выстрелы в армянский трактор. И у меня это было записано на видеокамеру, это увидело по... Это понятно. Артем, я... Ты просто блогер, ты любишь перебивать, это нормально. Тебе простите. Но я хотел сказать о другом. Я хотел сказать, что по поводу вот последних интенсивных, вот когда уже Министерство обороны России вмешалось, и можно было бы сделать тогда эфир, и зритель мог бы сейчас у меня справедливо спросить, почему не тогда, а сейчас. Я отвечу. Дело в том, что мне очень сложно было вытащить Арутюна вообще в эфир. Он постоянно в разъездах, он постоянно колесит по Арцаху, постоянно ездит то в Ереван, то назад. Со времен вот последней войны у него его работа как бы и не заканчивалась. Он как помогал беженцам и людям, которые перенесли вот эту вот сложность, эту вот войну. И так вот до сих пор помогает. И очень было сложно его вообще поймать. И вот я все-таки его поймал и привел в этот эфир. Арутюн, не перебивай, пока я не закончу. Теперь, пожалуйста, даю слово. Дело в том, что не я помогаю. Я нахожу достойных людей и нахожу тех людей, которые могут им помочь. Я их просто скрытоковываю. Это первый момент. Второй, у нас есть закрытый чат, где мы с ребятами, в том числе и стоит отметить, с нашими русскими друзьями их немало, которые помогали во время войны. И не словами, а действиями и деньгами, и немаленькими деньгами. И по сей день помогает. Поэтому я не то, чтобы я помогаю, просто большое количество людей, которые это делают. Все. То есть это нормально абсолютно. Я это не делал. Абсолютно, да. Я это и хотел сказать. В основном. Еще раз. Я это и хотел сказать. Да. Поэтому мы работали, привозили подарки на посты. Ну, подарки, понимаете, да, Ченга? Поэтому, да, к сожалению, получалось полноценным. Арутюн отправиться из Еревана в Степанакер, обычным, простым, смертным, возможно ли сейчас? Гражданам, вот на данный момент? Да. Гражданам Российской Федерации, в том числе и русским, армянам, можно. Нужно взять разрешение в Ереване. Ты берешь разрешение, буквально за 15 минут его тебе дают. Если ты граждан из другой страны Америки и так далее, то нужно делать за 5-6 дней. И могут тебе отказать абсолютно без какой-либо причины. Просто отказ и все. И в основном это зависит от российских миротворцев. А, подожди, отказ кому? Гражданам Соединенных Штатов Европы или всем подряд? Ну, вообще, любому. Гражданину, может быть, Казахстан и так далее. То есть, разные случаи были. А не знаешь, в связи с чем было отказано? Конечно, можно проехать. Вот на данный период абсолютно без вариантов. Я спросил, в связи с чем были отказы, если таковые были? Слушай, они просто идут отказы и все. Абсолютно без... Вот, допустим, Саша Лапшин приезжал в Арцах в декабре. Поху путешествовали немного по Арцаху. А он абсолютно свободно проехал. Никаких проблем не возникло. Недавно наши политики проезжали в Арцах. И, не знаю, вот с 2020 до 2021 году не было лицензентов. Политики из Еревана свободно приезжали. И после того, как недавно был лицензенц... Ну, ты помнишь, да, вот эту шумиху, когда не пропустили... С депутатами? Да, депутатами не пропустили. Я думаю, что это было абсолютно глупо, потому что кто хочет проехать, он просто реально, вот я честно говорю прямо от души, кто хочет проехать, он просто без лишнего пафоса, без лишних фотографий просто приезжает Степан Акет. И уже на месте может войти в прямой эфир и так далее. А когда такое количество депутатов заявляет, я не знаю. Для меня это ненормально, потому что после этого, буквально через пару дней, приехал и Абовян, тоже депутат, абсолютно свободно проехал. То есть это не значит, что не пропускают сейчас армянских депутатов. Просто я думаю, что ребята чуть-чуть неграмотно действовали. Мы сейчас не в той ситуации находимся, чтобы заявлять вот так вот громко, что мы можем проехать, что мы сейчас там министр обороны приедем, чтобы вы дорогу очистили. То есть мы не в том состоянии... Ну, я так понимаю, это были оппозиционные депутаты? На удивление, да. И также на удивление Николай Починян их защищал. Я почему спросил по поводу оппозиционные ли депутаты? Дело в том, что, может быть, это была какая-то провокация, потому что оппозиционеры есть оппозиционеры все-таки. Ну, после этого, через буквально пару дней, тоже депутат от Сарукяна Абовян абсолютно свободно приехал. Степан Акерд вышел в прямой эфир и абсолютно свободно. И еще вообще без сомнений, что сейчас любой депутат из Еревана может приехать. Только не нужно делать из этого клоунаду, снимать, не знаю, выходить на... Об этом говорить громко на камеру, что мы сейчас едем в Степан Акерд. Приезжайте без фотографий, без лишнего шума. Приезжайте и выходите в прямой эфир и обратно езжайте. Никаких проблем, я уверен, не возьмите. Я думаю, что мы сейчас не в той ситуации, чтобы, не знаю, делать депутаты. Неправильно было это. А Русюн, какова нынче судьба Дадиванка? Люди ездят туда, нет? Там находятся наши священники. Один из них находится у меня в друзьях. То есть я вижу его фотографии из Дадиванка в реальном времени. То есть не фотографии, которые сделаны в 2019 году и так далее. Наши позиции находятся выше Дадиванка. Но Дадиванк наших постов он виден. Он прекрасно виден. На удивление. Потому что я думал, что через несколько гор будут наши посты. Но на удивление я увидел видеоролик, когда Раик Арутюнян поехал пару месяцев назад в эти посты. И на этих постах прямо видно, с этих постов видно Дадиванка. То есть у нас находится наверху, где-то, собственно, Чариктар. Село Чариктар. Полностью сожженное. Я видел, как горело это село, потому что люди оставляли свои дома, ожидая, что Чариктар тоже передается врагу. Но в итоге Чариктар, благо, остался у нас. Так что Дадиванк с наших позиций он виден. Но именно с точки зрения, как... Если я захочу поехать, поставить там свечку, нет. Без вариантов уже так почти целый год. А почему? Не знаю. То есть туда паломники не могут попасть, Дадиванк? Нет. Там находятся российские миротворцы, потому что там армянские служители. И они остаются там. То есть, как я понял, они не выезжают. То есть продовольствие привозят российские миротворцы нашим, тем, кто служит там. Знаете, что-то сотворили такое неладное. Большую часть передали... Вообще, собственноручно передали Азербайджану. Я имею в виду большую часть Арцаха, да. И еще из Дадиванка сделали какой-то маленький анклав в виде какого-то Ватикана, где проживают одни только священники. Армянские, что является тоже важным. Ну, понятно, что армянские. А это Дадиванк. А какие там еще могут быть священники, кроме как не армянские? Армянский храм. Удинские. Ну, Удинские, они в свое время продали, можно сказать, азербайджанцам или татарам, да, тогдашним, вот, все свои храмы. Превратили их черт знает во что, а теперь они позарятся, там ездят на армянские храмы. Пусть они документы покажут, какие они там Удинские, где там они Удинские. Вадим, ты знаешь, я как человек, который путешествует по Арцаху, все время заходят какие-то глубокие леса, сложно доступные места, опасные места. Я натыкался на много церквей, которые я просто не знал, что они там находятся. Допустим, тот же Охтыехц. И рядом с Охтыехц находится это Бадаринское направление, это Аскеранский район, находится еще семь церквей. И там находятся могилы, на которых на армянские надписи, на церкви армянские надписи. То есть везде, вместо некоторых камней, ты знаешь, да, у нас вместо многих камней хачкар. Да, Аручун, о чем ты говоришь? А мы там и так понятно. Это все, это не столько Удины, это сколько просто Алиевские выкормыши, которые делают все по диктовку Алиева. А учитывая, что у самих этих Удин в Азербайджане то своего практически ничего-то и нет, может там один-два храма каких-то на севере. Я хочу вот к этим Удинам обратиться. Вы знаете, что вот этот Азербайджан, который сейчас Азербайджаном называется, это была Кавказская Албания, это была ваша страна. Если вы такие храмостроители, что по всей Армении ваши храмы, то где же тогда ваши храмы на территории нынешней Азербайджанской республики? Куда они делись? Эти ваши Удинские так называемые храмы в Баку, в Шамахе, в Шуше, в Барде, в Яламе. Где они все? В Губатлы, в Губе. Они, получается, должны быть по всей стране, если вы такие уж храмостроители. Куда они все исчезли? Может быть, вот эти самые татары, под крылом которых вы сейчас сидите и на армянское позаритесь, может, они все уничтожили? Откройте свои глаза, что вы творите? Вы себя христианами называете, что идете под диктовку у вот этих вот шайтанов на своих же христиан и позаритесь, воруете христианскую своих братьев, цивилизацию. У нас была общая с вами цивилизация когда-то. И вы, и грузины, именно от армян приняли христианство. Потому что христианство из Армении пришло, как в Грузию, так и в Кавказскую Албанию. Оно миновать никак Армению не могло. Хотя потому, что христианство зародилось на Ближнем Востоке. Оно с юга шло на север, а не из Москвы на юг. Не через вот эту вот военно-грузинскую дорогу, Дориальское ущелье, или как оно там называется. Включите свои мозги, в конце концов. Эти рано или поздно канут когда-нибудь. Наши соседи появлялись, исчезали. У нас за нашу историю столько разных было соседей. В том числе и очень богатых соседей. Варваров. Исчезали, и эти исчезнут. Как вы потом будете в глаза армянам смотреть? Все, я успокоился. Продолжай. Так вот, если я не был бы армянином, и просто путешествовал бы по Арцаху, я бы был точно убежден, видя столько церквей, видя армянские надписи. Там все доказывает о том, что огромное количество хачкаров. Огромное просто количество. То есть все доказывает, что это действительно армянские. Плюс еще один интересный момент. Недавно выложил фотографию из Бердзора. Церковь в Бердзоре. Многие это знают как Лачин. И церковь была сдана в эксплуатацию в 1998 году. После моего рождения. То есть церковь на два года младше меня. Итак, самое интересное, азербайджанцы начали в комментариях писать, что это албанская церковь. А представляешь, то есть люди даже не понимают, что эта церковь младше меня. То есть они даже не изучают, они даже не пытаются понять, в каком году была эта церковь построена. Они уже пишут, что это албанская церковь. Аручун. Они ислам толком не знают, откуда им знать христианство. Ты посмотри на этих людей, у них скоро эти юбки до пупка достанут. Какое там христианство? Они ислам толком не знают. Они до сих пор себя цепью бьют. Поэтому очень обидно, что приходится доказывать, что даже не то, что доказывать. Там все и так говорит о том, что это действительно армянское. Если я не был бы армянином, не знаю, абсолютно любой другой национальности, я просто, проходя все это по лесам и так далее, поняв сколько церквей, поняв сколько у нас хачкаров и так далее, я бы сказал, ну ребята, какое албанское? Здесь все говорит о том, что это действительно армянское. Албанское вам пусть едут в Тирану. Там все албанское. Мы сейчас действительно трудный период проходим, но после Великой Отечественной войны мой дедушка Гайк вернулся живым, без одной ноги, инвалидом. Его два родных брата не вернулись, без вести пропавшие. Но мы понимаем, что без вести пропавшие с тех времен означает погибли. И была проблема тогда с мужчинами, количество мужчин. То есть женщин было много, мужчин было мало. И иногда возраст мужчин был намного старше. Поэтому тот период был действительно тоже сложный, потому что женщинам было сложно найти мужчин. Многие мужчины же были еще инвалидами. Во-первых, было мало, во-вторых, многие из них были просто инвалидами. Это тоже был для нашей армянской истории очень сложный период. И это я помню, потому что это период моего дедушки. Поэтому мы всегда боремся, наша нация, к сожалению, всегда борется за выживание. Потому что мое село Аракел, которое сейчас снова оккупировано, было полностью сожжено. До Агдама, до Физули, до Карвачара. Вот азербайджанцы часто говорят, вы Агдам, да, там уничтожили, вы Физули уничтожили. Ребята, мое село было оккупировано в 1991 году, за два года до всех этих событий, в операцию «Кольцо» попало. Село было полностью сожжено. Там жило 72 армянские семьи и две азербайджанские. Понимаете, где 72 семьи армянские, где две азербайджанские, Полностью село было сожжено. И это еще не было официально войны. Понимаешь? И когда азербайджанцы говорят об Агдаме, о Физули, вы не забывайте о том, что произошло в операции «Кольцо», когда полностью шла депортация армян. Мои дедушки, мои дяди всех выселили. Потом уже, благо, в августе 1993 года, когда армянские войска освободили Аракела после Ечеракам и Джибраил, наши снова вернулись и начали полностью сожженное село, которое уже полтора год назад делалось в оккупации, полностью, но не полностью восстановили, но так или иначе восстановили. И сейчас снова там находятся турки. Скажи, по поводу, вот ты сказал, турки. В Шуши до сих пор висит турецкий флаг? Конечно, конечно. В Шуши у многих военнослужащих, азербайджанцев, проезжая, вижу, азербайджанский флаг, азербайджанский здесь турецкий флаг. И не знаю почему, видимо, России это нравится. Сто лет не было на Южном Кавказе, и теперь они появились. Ты знаешь, турецкий флаг и не стоят. Это же еще с советских времен вдоль армяно-турецкой границы стояли советские войска. Ну, сейчас там стоят российские войска. То есть, с одной стороны были пограничные части советской армии, да, а с другой стороны турецкая армия стояла. Но даже и не совсем турецкая. Как-то ночью, еще я был маленький тогда, мы выехали в Араратскую долину, я уже не помню, в какое село, и там было четко видно, это была ночь, было четко видно, как на горе Арарат было очень много огней. Такое ощущение, что там такие многоэтажки, и в окнах горит свет. И тогда я поинтересовался, что это? Это дома? Мне сказали, что это натовские войска. Именно, говорит, поэтому на этой стороне стоит советская армия, то есть армия Варшавского договора, как бы иначе говоря. А с другой стороны натовцы, то есть они вот стояли лоб в лоб через Аракс, получается, да? И кто бы мог подумать, что пройдет каких-то 30 лет, те, которые защищали свои рубежи у реки Аракс от натовцев, будут, уступят территории на, в Закавказье, уступят территории в Закавказье и будут вместе с натовцами мониторить, что происходит в зоне влияния Российской Федерации. То есть ты представляешь вообще, что происходит? Во! Вот каша! Я вот сейчас объяснил точно так же, как и все вот эта вот политика нынешняя. сплошная каша, которую очень сложно вообще объяснить. Там ходят солдаты с нашивками турецкого флага. Где? В Закавказье. Что они там делают? Они мониторят ситуацию вместе с россиянами. Очень странная история, особенно если учитывать, что российские миротворцы являются миротворцами и защищают армян Арцаха. Тогда от кого же они защищают, если они вместе с ними там мониторят? Ну, ты знаешь, сколько армян погибло с 9 ноября, когда война закончилась, с 9 ноября. По-моему, не было ни одного случая, чтобы армянин, будучи военным, стрелял и убил азербайджанцев. А сколько погибло мирных жителей с Арцахской стороны, тракторист Марта Кертия. Большое количество. То есть это, так что не знаю. Эта ситуация лично мне не нравится. Я думаю, что... Никто же не понес наказание. Никто же не понес за это наказание. Ну, отстреливают как уток и отстреливают. Ну, дальше что? Как кур. Так выходит. Но до поры до времени все это. Скажи, а помимо вот то, что мы постоянно надеемся на российских миротворцев, там у нас вообще есть кому защищать свой народ, свои дома? Или мы полноценно только спокойно спим и надеемся на российских миротворцев? Нет, наш российский миротворческий контингент это скорее всего как как тебе сказать на постах стоят армянские военнослужащие. Мои братья, мои племянники, большое количество моих друзей и знакомых. Да, у меня там тоже двоюродные братья стоят на постах. Да, то есть там стоят армянские военнослужащие. Я думаю, что российский миротворческий контингент это как наверное просто для того, чтобы не было полномасштабной войны и все. А сказать, что на посту стоит российский миротворец, а нет, только на закрытых, на дорогах, когда дорога асфальтирована заканчивается. Допустим, в Красном базаре, когда дорога идет в сторону уже Физули, также в направлении Храморта, когда дорога уже идет в сторону Аскеран-Агдам, там тоже стоит российский миротворец, потому что там асфальтирована дорога, там в любом случае могут люди ошибиться, если не будут стоять допустим только в этих случаях. А так на посту военном стоял российский миротворческий контингент войск, нет, какого нету. Хорошо, Артюм, ну спасибо тебе за сегодняшнюю нашу встречу, все-таки я тебя вызвал таки, больше недели наверное звал и все-таки выманил тебя. Спасибо тебе за подробности, за то, что просветил нас, людей, которые далеко сейчас находятся от Арцаха и приходится слышать и слушать то, что нам впаривают всяко разные СМИ, в том числе и армянские. И если, Вадим, позволишь, так как я все-таки путешествую по Армению, и снимаю выпуски об армянских городах. Сейчас у меня снят выпуск про Каджаран, Ереван, это, наверное, один из самых лучших и больших выпусков про Мартуни, про Чартар, и я хочу снять в этом году огромное количество других армянских городов, о которых многие даже не знают, что такие города есть. Вот, поэтому эти выпуски будут выходить у меня на канале, может быть, кому-то будет интересно и захотели бы изучать историю не через книги об армянских городах, а вот видеть, какие там люди живут, что это за город, и я думаю, это будет очень интересно. Ну, так-то назови название-то своего канала. Название канала Арутюна Копян из Арцаха, так и называется на Ютубе, несложно. Да, и не путайте, я Вадим Арутюнов, а он Арутюн Акопян. Все, да, спасибо большое еще раз, всего всем доброго, всем удачи, и скоро я выйду снова в эфир с новым выпуском, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал Антитопор, подписывайтесь на все наши ресурсы, ссылки находятся вот под этим самым выпуском, ссылки на все наши ресурсы. До свидания. До свидания.